Здравствуйте, дорогие любители Болгарии! С вами ваш болгарский дневник. Я хочу попросить вас прощения за проблемы с качеством моих роликов. Будьте, пожалуйста, снисходительны. Монтируем видео с детьми в походно-боевых условиях. Если у вас будет интерес к Болгарии в дальнейшем, то, вернувшись домой в Россию через две недели, я буду и далее делать видео о болгарской недвижимости с аналитикой по ценам и сезонам, особенностям того или иного комплекса. Эта тема мне лично очень интересна. Если она будет также интересна и вам, то я буду делиться и дальше своими размышлениями один или, может быть, два раза в неделю. Буду очень рада, если мое видео будет для вас полезным. Сегодня я хочу вернуться к советам по выбору и покупке квартиры с такси-поддержкой в Болгарии. Я не буду здесь обсуждать горнолыжные курорты Болгарии. К своему студу я там еще никогда не была, так как на лыжах стояла последний раз в школе лет 200 назад. Я даю советы только относительно районов неподалеку от Солнечного берега, так как неплохо ориентируюсь здесь. Я снова предлагаю вам взять листок с ручкой и делать заметки по ходу нашего общения. Перейдем к основным вопросам. Вопрос номер один. Как часто и как долго вы планируете отдыхать в вашей будущей квартире в Болгарии? Если менее одного месяца в году, то задумайтесь, нужна ли вам вообще эта квартира с ее расходами. Недвижимость – это всегда ответственность и расходы. На 2-3 недели в году лучше приехать в арендованную квартиру. Ссылочку на видео, где я рассказываю о наиболее безопасных сайтах по аренде недвижимости в Болгарии, я оставлю под этим роликом. Если вы планируете быть в Болгарии каждый год более одного месяца, то овчинка выделки стоит. Ведь в высокий сезон, июль-август, самые недорогие студии стоят порядка 30 евро в сутки и выше, плюс расходы на воду и электричество. Вопрос номер два. Планируете ли вы быть в вашей квартире только летом, либо в разное время года? Если только летом, то не переплачивайте за круглогодичность. Что я имею в виду? Большая часть жилых комплексов Солнечного берега открыта с мая по ноябрь, а в холодное время года их консервирует управляющая компания, чтобы зимой не лопнули водопроводные трубы. Доступ в квартиру есть, но могут быть проблемы с водой. Квартиры в таких комплексах стоят очень и очень недорого. Зимой студии могут стоить от 14 тысяч евро. Купив за такие деньги квартиру, вы 100% всегда сможете ее продать в случае необходимости, без потерь, а может быть даже и с небольшой выгодой. Если у вас есть идея насчет того, чтобы приезжать и зимой, и в другие времена года, то это должен быть однозначно комплекс в районе, где есть круглогодичная инфраструктура, ну и доступность к квартиру в любое время года. Цена такой квартиры будет немного выше. Даже если вам агенты клятвенно обещают, что в квартире можно жить круглый год, и вы уже выбрали какую-то конкретную квартиру, конкретный вариант, то обязательно запомните название комплекса, запишите этаж и номер квартиры. Можете делать это недемонстративно, я так делала всегда на всех просмотрах, когда мне что-то нравилось. Запишите еще раз, повторю обязательно, название комплекса, этаж и номер квартиры, где вы были. В дальнейшем я объясню вам, зачем это нужно делать. Вопрос номер три. Какой район выбрать? Это исключительно мое видение. Вам может показаться все иначе. Не ругайтесь. Пишите свой взгляд на вещи. Все комментарии открыты для обсуждений. Пройдусь по приморским городам, где я часто и много бывала. Эта тема – очень скользкий лед, из-за которого постоянно ругаются владельцы недвижимости. Еще раз прошу не обижаться на меня. Я это вижу так. Итак, начнем с Бургаса. Бургас – зеленый, милый, уютный город. Большой город для Болгарии со спокойным, размеренным движением жизни. Бургас мне напомнил некоторые районы Одессы, а также небольшие города по близости к Санкт-Петербургу, Гатчину и Сестрорецк. Центр и районы рядом с морем великолепны. Цены на жизнь не очень высокие, ниже, чем на Солнечном берегу. Однако окраина Бургаса не впечатлила. Похожа на кварталы советской эпохи, хотя постепенно власти города все районы приводят в порядок. Жилищные комплексы с бассейнами и таксоподдержки есть, но квартиры там стоят почти в два раза дороже квартир района Солнечного берега. Мне показалось, что в Бургас надо переезжать жить насовсем, но покупать квартиру для летнего отдыха там не имеет особого смысла. Болгария для нас хороша совокупностью цены и качества. Если денег очень много, то имеет смысл присмотреть недвижимость, может быть, даже в Испании или в Италии за такие цены. Варна. Варна – прекрасный, большой, зеленый город, но не такой уютный, как Бургас. Типичный черноморский город-порт. Квартиры стоят почти так же, как в Бургасе. На мой взгляд, имеет смысл покупать только для постоянного проживания. Приморские пригороды Варны, где есть комплексы с таксоподдержки, расположены в живописных деревенских местечках практически без инфраструктуры. Очень много застроек советского образца. Не впечатлило. Но могу ошибаться. По Бургасу и Варне, еще раз повторюсь, на мой взгляд, имеет смысл затрачивать достаточно большие суммы только в случае того, если вы надумали перебираться насовсем. Если вы размышляете и не уверены, что будете переезжать в Болгарию, пока планируете квартиру для временных наездов, либо летних каникул, то, на мой взгляд, такие расходы не очень имеют смысл. Теперь перейду к маленьким небольшим городкам на берегу Черного моря. Эти места я обожаю. Это не Себр, а Равда и Святой Влас. Курортные красивейшие городки, уютные, со своей очаровательной атмосферой, зеленью, какими-то очень приятными постройками. Они мне очень нравятся. В этих городках очень много комплексов, но есть одно небольшое «но». Это узкая пляжная линия. Пляжей для этих великолепных мест явно не хватает. В разгар лета для всех туристов. Особенно это из-за того, что очень много платных зон с лежаками и зонтами, где охранники лютуют. Однажды я специально приехала погулять по Равде и решила искупаться, приземлилась на маленькую свободную зону, на маленький пятачок, который был расположен рядом с платной зоной, где стояли платные зонтики и лежаки. И меня лично в Равде согнали с полотенцем с этого пятачка, требуя либо лечь на лежак и оплатить его. Стоимость лежака была 10 лев. По-нашему это 450 рублей в сутки. Либо предложили идти в свободную, очень маленькую зону, где количество отдыхающих мне напомнило геленджик в середине июля. И эта маленькая свободная зона напомнила мне геленджик в середине июля по количеству народа. Если приехать на неделю, то эти 10 лев можно и заплатить. Но если вы планируете отдыхать все лето, ну допустим 90 дней, умножаем на 10 лев и получается 900 лев или 40 тысяч рублей с человека, это только за лежак у моря. За эти деньги в Санкт-Петербурге вы можете два месяца снимать студию в спальном районе у метро. После этого небольшого инцидента в Равде с этой платной зоной я стала всегда обращать внимание на пляжную линию, ее длину и ширину, так как я привожу своих детей на все лето в Болгарию именно ради моря. В Святом Власе меня никто никогда никуда не сгонял. Место умопомрачительное, но пляжная линия тоже маленькая. Еще раз повторю, что Несебр, Равда и Святой Влас это райские сады, очень красивые места. Но я человек небогатый практически. Сама мысль о том, что в пик сезона мне с детьми может не хватить места у моря, меня немного напрягает. Одно дело снять квартиру на лето. Если что-то случится не так, типа такого казуса, то это расстройство на полдня. Ко всему можно приспособиться, а потом снять квартиру в другом месте. Другое дело приобрести квартиру и не ходить на море или ходить на пляжные лежаки за 300 лев с человека в месяц. Эти расходы могут серьезно выбить из колеи. Я могу ошибаться, поэтому призываю всех перед покупкой квартиры приехать, снять жилье хотя бы на пару дней, а в идеале на неделю-другую, и пройтись, прозондировать эту ситуацию самостоятельно. Посмотрите, есть ли широкая, достаточно большая пляжная линия с вашим комплексом. Возможно, я знаю не каждый метр Святого Власа и не каждый метр Равды. Я могу ошибаться. Но обращайте внимание обязательно, чтобы пляж был большим, широким, чтобы хватило места всем. А так, Святой Влас, Равда, Несебр это прекрасные города и для отдыха, и для постоянного проживания. Там все есть. В принципе, для круглогодичного пребывания, конечно, зимой будет меньше магазинов и меньше возможностей, но так нам есть все. Но если вы планируете большую часть времени проводить летом на пляжах, подумайте, посмотрите. Есть еще городок Ахиллой, он за Равды. Там часто присутствуют странные неприятные запахи от близлежащих хозяйств. Для себя я этот район никогда не рассматривала. Сама там лично была, сама ощущала эти запахи. Если этому есть какое-то объяснение, либо что-то изменилось в лучшую сторону, то пишите комментарий. Я не настаиваю на своей однозначной правоте. Ну и завершаю свой обзор с Солнечным берегом. Не спешите отключать это видео, поскольку я хочу вам подсказать очень интересный район внутри Солнечного берега. Возможно, вы его не знаете. Вам будет очень интересно узнать, насколько разным может быть этот городок. Итак, Солнечный берег самый большой ключевой плюс. Это огромная широкая песчаная пляжная линия длиной около 10 километров, шириной не менее 100 метров. Места хватит всему населению Болгарии и гостям. Солнечный берег очень разный. Много новых комплексов, дискотек, ресторанов. Строилось все в стиле, кто во что гораст, но в целом все постройки новые, симпатичные, свежие. Толпы туристов, много шума, много радости, много музыки. Цены на жизнь выше обычных болгарских цен процентов на 25. Стоимость недвижимости невысокая, можно найти квартиру под любой бюджет. Для молодежи, которая любит тусовки и дискотеки, Солнечный берег это рай. Вся первая береговая линия к их услугам. Для родителей с маленькими детьми и людьми пенсионного возраста. Я, конечно же, в первую очередь порекомендую присмотреть что-то в районе Несебра-Равды из Святого Власа. Однако готовьтесь к тому, что ваша квартира будет процентов на 20 дороже квартиры на Солнечном берегу. И есть вопросы с наличием мест на пляже, как я уже говорила ранее. Либо ищите спокойные комплексы прямо на Солнечном берегу. Желательно со своей большой территорией. Такие комплексы есть. Также я очень рекомендую вам присмотреться к району Чайка на Солнечном берегу. Он расположен неподалеку от Святого Власа. Находится в самом конце Солнечного берега. Он расположен в отдалении от кипучей ночной жизни центра Солнечного берега и совсем далеко от района Какао-Бич, где постоянно проводятся ночные пляжные дискотеки до 7 часов утра, а также большие открытые концерты известных диджеев с очень сильной акустикой. Так вот, район Чайка я приблизительно обозначила на карте в Красный круг. Карту вы увидите в конце ролика. Можете нажать на паузу, чтобы рассмотреть границы этого района. Я не хочу сказать, что все жилищные комплексы этого района великолепны. Каждый надо рассматривать отдельно, везде есть плюсы и минусы. Не каждый комплекс работает круглогодично, но этот район, на мой взгляд, обладает практически низкой активной ночной жизнью. Здесь круглый год работает городской транспорт, также работает постоянно гипермаркет ММ с продуктами и хозяйственными товарами. Он также открыт в течение всего года. Здесь постоянно круглый год работает известная клиника Вива, или можно пешком дойти до клиники Святого Николая. Адреса клиник я размещу под этим видео. Многие российские страховые компании оформляют медицинские страховки для обслуживания именно в этих клиниках. Их название страховых вы можете уточнить на ресепшене клиник. В районе Чайка круглый год работает Уникредит Банк. Также есть гимназия, детский сад. В этом районе много комплексов без таксоподдержки, где постоянно живут болгарские граждане. На пляжах этого района не проводятся ночные дискотеки. Да, там работают кафе, но акустика не такая значительная. Пляжи района Чайка отличаются достаточно широкими свободными зонами отдыха без пляж бесплатных лежаков. Пешком по воде вы сможете спокойно дойти как до Святого Власа, так и до Несебра, как это делали мы с моей семьей. Ссылки на видео этих пеших походов выкладываю под этим видео. Наша квартира также расположена на самом окраине квартала Чайка. В заключение хочу сказать, что 7 лет назад мы благополучно приобрели квартиру в районе Какао Бич. Нам все очень понравилось, у нас был комплекс, великолепный заход в море, наверное, самый лучший на всем побережье Солнечного берега. Все было изумительно, за исключением того, что мы были расположены в 500 метрах от пляжа и мы не могли спать каждую ночь. Каждую ночь шел большой шум из-за дискотек с их акустическими мощными установками, басами тяжелыми и меня очень это беспокоило. Я нервничала и практически там три года летом я мучилась, пока мы не приняли решение о переезде. Также большинство комплексов в районе Какао Бич на Солнечном берегу, у них маленькие придомовые территории и в связи с этим, вероятно, немного детей, то есть большая часть контингента составляют пожилые пенсионеры из Англии и других европейских стран. Мои дети откровенно скучали, и то есть первые три года мы постоянно проводили все лето вместе, я отнимала у них телефоны, постоянно таскала их на улицу, это было мучение и для них, и для меня. Поэтому, когда мы переехали в Форт Ноксфорни, когда мы приехали только смотреть квартиру, нам посоветовали наши друзья этот комплекс, и дети увидели то количество детей огромное, ту огромную территорию с огромным количеством детских площадок, бассейнов, конечно, мои дети схватились за забор и сказали, что они отсюда не уйдут. И вот с этого момента начался наш счастливый отдых в Болгарии. До этого был приятный, а после этого для моих детей стал этот отдых счастливым. То есть теперь я не выгоняю их на улицу, они целыми днями сами с удовольствием проводят каждое лето с друзьями. Никаких планшетов, никаких телефонов, постоянные прогулки, купания. И это очень здорово. Поэтому если у вас, например, чуткий сон, как у меня, или есть дети, и ваше настроение зависит также от их хорошего настроения, то обращайте внимание при подборе квартиры также на ваших соседей. Будет ли с кем поиграть вашим детям, где порезвиться, не слишком ли маленькая территория для них. Не рассчитывайте на то, что ваши дети будут целыми днями гулять по улицам. Но это небезопасно, и вы будете вынуждены постоянно находиться с ними до 20 лет. В нашем следующем видео о недвижимости мы обсудим с вами, как лучше искать квартиру в Болгарии. Я предложу вам свой алгоритм действий. Также мы обсудим наилучшее расположение вашей будущей квартиры по отношению к сторонам света, наилучшую этажность, а также вопрос, как не угодить в плохой комплекс, где работают недобросовестные управляющие компании, которые могут отравить вам жизнь. От себя я расскажу свои личные принципы подбора квартиры и пошаговую инструкцию, как найти квартиру своей мечты в Болгарии. На этом я завершаю наше видео. Большое вам спасибо за внимание. До виждения!